Давай, Логия Спирта, тебе тоже вот отвечу на твой донат касательно разделения, да, на мания дурочек, которые борются за какую-то хуйню и переживают о какой-то поебении, и настоящих типа фемок, которые, блядь, ну, с реальными проблемами что-то пытаются делать и сражаться. И, соответственно, примазавшихся еще к этим маня дурочкам всяких вот типа этой ненежной, которая, блядь, ой, тебе в интернете, или там мамка сказала, что надо не выглядеть как мальчик, вот это проблема, блядь, пиздец, да, беда. Не то, что кого-то, ну, пиздят, типа, там, не знаю, в браке и ничего с этим нельзя сделать, не то, что на работу не берут, допустим, вот, ну, у женщины высшее, я реально знаю такое, у нее высшее образование, она суперкрутой кардиохирург, блядь, ее не берут на работу по причине баба. То есть вот это пиздец, это проблема. И я, понимаете, я хочу сказать, я профеминист, типа, я, блядь, за всю эту хуйню, какого хуя вы не даете женщинам материться, какого хуя какие-то петухи, блядь, не берут на работу, там, что-то там, женщин. Почему вот хуйня именно происходит, да, как решить проблему насилия в семье, как помочь этим женщинам, чтобы они не боялись съебывать от своих, типа, этих пидорасов, как их сажать, там, что-то, не знаю, пособие, непособие, там, каких-то богачей, там, какой-то фонд собрать, типа, фонд именно угнетенных реально только действительно. То есть фонд, допустим, одиноких, там, мам, но при этом как-то изъебываться, чтобы всякие цыганки сразу... Прошу прощения. Ну, не байте ли там всю эту хуйню, не наебывали. То есть, блядь, вот эти проблемы, над ними, может быть, имеет смысл кряхтеть, париться, потому что это реально, ну, блядь, пиздец. Или проблемы женщин в... И, кстати, тоже суперспорная хуйня проблемы женщин в мусульманских странах, потому что есть мнение, что сами эти женщины там крайне довольны, ну, в некоторых. Уж какой-нибудь, например, Турция, блядь, просто в шоколаде там абсолютно каждая мадемуазель. То есть ты... Или, ну, типа такие полу-европейские мусульманские страны. Блядь, да они просто там... То есть ты и так можешь ходить и в хиджабе, и без хиджаба. И, типа, и к тебе относятся просто как, ну, не дай бог тебя бросят, там, оставят с ребенком, бла-бла-бла, и там всякая такая хуйня. И при этом и там и выкупы, и все. То есть если у тебя, там, муж, типа, что-то не обеспечил, что-то не додал, то просто, там, виноват, там, позор семье и так далее. То есть... И при этом ты еще и можешь просто одеться как шлюха, ходить по улице, ничего не будет тебе. Так вот. Ну, хотя, понятно, есть страны, где пиздец, беда и угнетение, я с этим не спорю. Ну, их проблемы, да, это проблемы. Проблемы, мамка, блядь, или там, кто-то мне сказал, что, чё у тебя такая короткая стрижка, ты чё как мальчик, чё ты в это наделась? О, боже. Во-первых, это нихуя не проблема феминизма, во-вторых, это нихуя не проблема, блядь. Вообще. И мне обидно и печально, я хочу сказать, что я, типа, профеминист, я за феминисток, за их борьбу с вот этой поебенью, несправедливостью и прочей хуйнёй, которая реально имеет место быть, даже... То есть это не проблемы бедных даже, не проблемы нищих, а, типа, даже вот там, как бы... Ну, короче, это есть реальные проблемы, да. И, блядь, я не могу это сказать, потому что, если я скажу, да, я, блядь, профеминист, меня просто опозорить перед нормальными пацанами, которые, блядь, привыкли считать, что феминизм это вот это. Это вот эти позорные какие-то, блядь, малолетки, страдающие хуйнёй. Пишущие про хуя мрази и про всякую такую хуйню. В этом беда. И я считаю, блядь, всем настоящим фемкам, феминисткам надо объединяться и нахуй слать в три хуя просто этих бледей из своего движа, говорить просто, блядь, типа, шлюхи малолетние, пиздаки свои, блядь, позакрывайте и пошли нахуй, не смейте, блядь, примазываться к нашему движу, к нашей, блядь, борьбе. Вы просто дурые ёбаные, блядь, пиздуйте вы учить уроки, идите нахуй и не пиздите, что вы феминистки, блядь, иначе мы вас найдём и обоссым. Вот так, блядь, надо, потому что просто они, блядь, вас зашкварили реально и просто, ну, сделали хуже. Я считаю так.